но видно да вы поближе микрофон возьмите вы совсем не слышно так кто-нибудь станьте рядом еще непонятно вам слышно так слышно так еще ему нужно чтобы микрофон поближе или как тихо слышно тоже тихо слышно много не надо свистит а сейчас уже лучше так лучше да я слышу ладно я сделаю что там это не было поменьше у нас все записывается в интернет выставляется вы не против говорите поближе держите себе микрофон да я хотел спросить насчет крещения я раньше как ходил к свидетелям иголы у нас здесь где-то примерно в девяностом году вот так вот примерно я начал ходить а потом где-то лет 5-6 я ходил а потом надо было мне устраиваться на работу здесь у нас безработица была большая такая на работу очень было ну как трудно устроиться вот а мне надо было семью кормить и я пошел к военным на тюрьме работать с осужденным как говорит тюрьме работать с осужденным трудная работа это ну пришлось работать там потому что военную форму мне нельзя было одевать по вере и меня как исключили из-за этого вот ну я бога не оставлял я богу молился каждый день очень наш вот и как бы православие я не верил вы сами знаете какая литература у свидетелей год я вот буквально ну недели где-то две с половиной назад поменьше меня слышно хорошо да хорошо и это самое а как это случилось вообще короче снится мне сон вот я вам говорю вот как на духу снится мне сон как будто бы я вот не у себя здесь дома а там в родительском доме нахожусь но не в этом возрасте вот как сейчас а как будто младше я вот когда я еще у родителей был еще лет там я знаю пятнадцать шестнадцать вроде бы мне и такой как вот дверь и вот такой низенький такой вот низенький как бы человек но без бороды но лицо такое знаете как светлое такое вот и вот он так заглядывает и смотрит а я что-то рисовал на полу что-то там вот рисую что-то вот так вот и так смотрю как бы на этого человека да он так раз так смотрит так и как ушел и буквально проходит два дня два дня проходит я своей жене говорю слушай приснился такой сон интересный ну как бы я не обратил внимание на это а потом на ваш ролик этот чист вот даже не помню какой первый ролик был который я увидел а потом я на вас так смотрю ильвира слушай так это же вот этот человек мне приснился вы но только вы были без бороды понимаете игнатий тихоныч это я вам серьезно говорю так вы не первые это пишете из америки пишут и сектанты пишут об этом во сне меня видят а потом выходят по скайпу я вас как увидел я говорю слушай так это же этот человек вот просто без бороды вы глаза ну копия я ваши ролики как начал смотреть я наверно ну не знаю сколько перед пересмотрел то что выбивал не youtube я все подряд смотрел ну тебе теперь это счет говорили миллиона у них не одного такого нету я все под я не знаю как я на вас раньше не попадал вообще я не знаю у меня уже компьютер давно но это как я попал вот на этот ролик я просто не знаю чисто случайно я зацепил один ролик и все я пошел 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 целыми днями только смотрю сейчас погода такая не все одинаково пишут целыми днями с утра моя уже приходит уже видишь что я что ты там что ты там смотришь что ты а я ей ничего не говорю потому что знаю что ей сейчас говорить это нельзя вот потому что ну начнет мне там вот и короче я убедился я все ваши ролики посмотрел вот эти вопросы которые вам задавали люди вот они меня и больше всего интересовали насчет икон вот это все я все просмотрел на все вопросы я ответы получил вот единственное что вот с крещением я не знаю я в детстве был крещен в церкви но как был крещен не знаю как мне что что мне сейчас надо делать если бы вы ближе были если бы вы жили где-то поближе хотя у нас приезжали из Франции из Германии даже оттуда ехали то каждый год после 7 июля у нас крещение я бы вам выписал путевку и вы бы приехали далековато далековато вы живете ну вот у нас в прошлом году с Украины приезжал с Углидара принял крещение я сейчас я сейчас в принципе на пенсии ну как у нас год за полтора идет я 14 лет проработал и вышел на пенсию я сейчас пенсионер уже я получаю пенсию ну нашу ПМР вот и как бы у меня время есть я бы мог бы приехать ну далеко очень один как то знаете ну в принципе бояться нечего вот в прошлом году у нас вот этот год прошел семнадцатый у нас из Италии приехал из Италии приехал конечно хотелось бы к вам приехать получить там надо время выбрать чтобы побыли здесь и поработаем вместе все беседы будете все вопросы разрешите вот вы найдете где Сергей Игнатов с бородкой такой с Украины много он оставил хорошего Сергей Игнатов да ну вы увидите это адвокат и он на нас тоже наткнулся вот так и приехал на крещение побыл так он прожил у нас сколько дней десять наверное больше даже поработали вместе мы везде с ним ходили вместе и на охоту и купался у нас ну везде я тоже я тоже как бы охотник и рыбак так у нас охота какая мы капканы ставили бобров ловить ну понятно не ружьем я смотрел ролики как вы там эту рыбку эту ловите маленькую у вас там видно видать много ну это не маленькая такая маленькая это вот такая вот чуть больше ногтя а такая же ну неглубокие пруды вымерзает задыхается рыба и каждый год покупает мальков карп рыба карп Игнатий Тихонович а что вы прорубь не делаете чтоб не задыхалось как не делаете там еще делают делают каждый год все равно задыхается да ну конечно понятно ну что прорубь только сделала на ночь уже все застыло а пруд то большой везде не надолбишься она больше полметра толщина подолби ее ой я такое радость что вот с вами а все равно вы знаете вот такое как вот меня вот трясти начало вот так вот ну как то неожиданно что с вами это говорю как то вот такое как вам сказать радость такая вот что ли вот ну вот кончим разговаривать я вам скину наши ресурсы о крещении да дам маршрут а вы там уже вы женой поближе как то будьте чтобы она тоже выходила рядом у нее такая же история была когда я поверил я свидетелями у нас же тут не проповедовалось ничего вообще церковь не работала православная церковь не работала никто не проповедовал в православной церкви вообще никто и в основном работают работают кто баптисты свидетели иеговы все еретики они как ловили нас все эти свои еретики работают мы так вот к Богу то тянемся люди нам же хочется познать вот и как бы другого варианта не было вот тянется человек к Богу все равно я с детства верю что Бог есть я и в армии служил Богу молился и я всегда видел что он мне помогает именно вот в трудную минуту я говорю Господи смотри а вы сегодня сегодня все по другому уже идет неожиданно все я Господи благодарю тебя что вот так вот и я я в этом уверен и я когда вашу проповедь вот послушал не один ролик как вы все рассказываете вот я такой проповеди никогда в жизни не не слушал вообще тем более что православный человек так рассказывал вообще таких людей не встречал это первый раз в жизни вот вас я говорю как я попал и вы мне приснились я говорю но в другом образе понимаете вот лицо ваше но без бороды почему-то я вот не знаю но лицо такое знаете как светлое такое вот а вы сегодня смотрели сегодня вы сегодня ролики смотрели да я я вот сейчас вот смотрел ваш ролик а какой какой назовите как как называется он про что про что сейчас сейчас я посмотрю сейчас ну-ка попробуйте сейчас называю вы меня слышите? хорошо называется участь в озере горящим огнем и серою бояз короче ролик 03 03 01 18 года где вы говорите с сестрой так это а вы не на первой странице я же каждый день выставляю новые это ролики новые то вы не смотрите? смотрю я смотрю все все ролики ваши новые но я в этом где вы Васю забрали в этот в город чтоб он не замерз да да а вы видите где Библию насчитывали? где Никита на крещение Евангелие раздавал в городе там на крещение Никита на крещение да но это последнее ага а вы все ваши ролики пересматриваю все буквально все я мимо ничего не пропускаю где лагерь где где вы там работаете где вы на озере работаете я полностью все просматриваю это кто не посмотрит все вы все конечно не просмотрите у нас девять с половиной тысяч роликов не понятно но я вот такое вот что ну как сказать то что такое ну для меня как бы вот хочется увидеть как вы там а где Библия насчитана я Библию считаю то слышали ролик такой вот Руслан где приехал на машине тоже там он дрова там нет а где я Библию Библию насчитываю где вы слушали такие ролики да архипелаг кулак где вы читаете там златоуста проповедь жития святых добротолюбия да проповедь тоже вот вы там читаете да проповедь ну там надо сидеть и слушать вот ну да там надо просто сидеть и слушать а мне хочется смотреть как бы вот больше пока эти просмотрю а потом уже будут а проповедь то я говорю там аудио а у вас там аудио вы там еще молодой видать голос такой еще как молодого еще ну не так молодой а ну моложе конечно был вот вот это насчитано восьмидесятом году да ну восьмидесятом это уже считай тридцать семь лет назад ну да это время уже прошло ну тридцать семь это жизнь целая как бы вот вопросов к вам в данный момент у меня пока нет хотя я тут записываю я записываю у меня блокнотик есть я все записываю как бы я хотел сперва подготовиться в принципе ну есть тут вопросы ну как ну не такие уж такие вопросы но то что меня интересовало я уже по роликам все просмотрел ответы уже получил люди вам задают вы отвечаете а на нашем а на нашем сайте бываете сайт православный библейский сайт я скину вам ресурсы я там отвечаю с правой стороны колонка идет на четыре тысячи сто двадцать четыре вопроса они разбиты пять пять папок о церкви там о волшебстве о мусульманах о чем таковы ну пятьдесят пять названий то и вы там когда ткнете в какую-то в папку то там пойдут одни вопросы в какой книге у меня у меня книг то вышло не тридцать восемь книг вышло из печати и вы там вопрос ткнете и открывается ответ ага понятно я вам скилл сразу тут собачка бегает у меня маленькая видишь на лилу где ты бегает вы в каком городе говорите находитесь что город какой где находитесь то короче получается я от тирасполя город тирасполь шестьдесят пять километров да хотя тирасполя тирасполя то не молдаванский разве тирасполя то наш преднестровский как считается столица преднестровья это украина же преднестровье ну да нет ну как преднестровье по идее это раньше она присоединенная была к украине а потом уже в сороковом году присоединили как к бессарабии ну вот я и говорю что тут рядом все ну украина преднестровье а вы в тирасполе бываете в самом тирасполе бываете конечно там в национальной библиотеке все мои книги я подарил мы проехали да шестьдесят шестьсот городов проехали от владивостока до лиссабона и везде я дарил какой библиотеки Игнатий Тихонович какой библиотеки ну в тирасполе центральная библиотека какая там называется краевая или какая национальная все понял а там их эти книги как можно на месте читать или можно взять почитать потом принести нет только читать как библиотеки внутри конечно так у меня от них благодарность есть и что все нас еще там военные перед городом захватили там Приднестровье то вы куда едете развернули назад когда узнали кто мы они дали сигнал и нас пропустили без очереди там танки стояли под сеткой ага это вы в каком году были там ну года три назад ах я не знал ем в Кишиневе были там тоже мои книги библиотеки национальной в Украине ну теперь я буду за вами наблюдать и буду видеть вот книги эти сейчас выставляются по одной книге каждую неделю одну книгу я выставляю а это тридцать томов уже восемь книг прошло еще двадцать пять осталось каждую неделю по одному тому а это большие книги семьсот пятьдесят страниц понятно там ответы даны ответы что я хотел еще вам сказать я смотрел видеоролик где у вас был ну был парень у вас в Потеряевке ну короче вы повели его к Серафиме к сестре Серафиме да ее зовут да чтобы она ему дала наставление да вот и этот ролик я два раза просмотрел мне так он понравился и там она говорит ему тебе надо ну как в первую очередь что пост что надо говорить в пятницу да в пятницу чтоб одно крыло у тебя было и в среду второй день пост чтоб второе крыло у тебя было чтоб ты мог как дьявола этого отогнать от себя постом и молитвой да вот я так это послушал думаю все буду поститься и уже вот две недели я вот среда пятница среда пятница вот и вижу уже начал вес немножко скидывать superpower лишний вот и стал себя лучше чувствовать конечно это бодре тебя по строму молитвой за морить надо его да ну вы знаете вот ну это скорей всего из-за того чтобы я как я раньше ул встала чинаж вечером мати нашу что две молитвы Вот Бодрствовал А тут уже как бы я хочу И бывает, что я забываю Сел кушать, е-мое, забыл помолиться Вы держитесь Как это в привычку дьявол это все делает Вы крепко держитесь Смотрите, я вам нахожу первое Вот сейчас простенько такое Попробуйте застегнуться Верхняя пуговка застегнута, чтобы была И больше не расстегивайте Ничего, ничего Второе, бороду не задевайте Вы держитесь крепко православной веры Никаким сектантам и баптистам не ходите Они не церковь Церковь основана Христом была Они спустя полторы тысячи лет Они обманывают людей Они хорошие люди Писания знают, но извращают толкование У них нет святых отцов А у нас святые отцы Мы же молимся и Божьей Матери Мы идем в храм, у нас священники Причащают, у них священства нету Литургии нету Причастия нету Ну понятно, что это обман Это же освящение Законы Вы придерживаетесь Московской патриархии Там не ходите Филаретом разным Если у вас там есть А Филареты что это такое? Ну вы не знаете На Украине там Они это распространяют в себя У них патриарх Филарет Называется Денисенко Я не знаю Ну и хорошо, что не знаете Держитесь строго православной веры И вам все Господь откроет И с крещением устроит И в семье Это Богу угодно Когда мы зовем Бога на помощь Потому что мы немощные А Бог устроит как ему надо Не надо Вот я хочу Мне надо Дай там машину Как тебе Господи угодно Ты и дашь Надо смиряться Искать Кому ты можешь помочь Чаще молиться Вот Вы у вас Библия-то есть? Да, вот Ну-ка покажите Я не вижу там Но у меня Здесь Как сказать Ну-ка 66 книг 66 это 66 книг Вот смотрите Ну она старенькая Это еще с 90-х годов Ну да 66 книг Это издали протестанты А там написано Перелистите страничку Синодального издания Пальцы не муслите А то портится книга Так Она тут уже заклеена На первой странице Там с обратной стороны Первая книга Бытия и все Нет-нет Нет-нет Может Ну Которую вы показали С обратной стороны Листика Тут заклеена Сзади тут карта В самом начале Нету 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 Ничего Вова Здравствуй Володя Привет Они видимо заклеили Чтобы все на дальний слог Нет-нет-нет Вы сейчас Вот это А у вас листика нету Тут оторвали Оторвали Да А почему оторвали А ну-ка я вас попрошу открыть Первую Ну Новый Завет Откройте Новый Завет Новый Сейчас В любом месте Начинайте считать Я послушаю Я скажу вам Синодальный или нет Сейчас я очки дену Я без очков плохо вижу Хорошо Так Матвея Седьмая глава Первый стих Да Не судите Да не судимы будете Ибо каким судом судите Таким будете судимы И какую меру мерите Такое вам будут мерить И что ты смотришь На сучок В глазе брата твоего А бревна В твоем глазе Не чувствуешь Это синодальный перевод Это просто Они отбросили Одиннадцать книг Но это православный Правильно считать Это православный Я проверял Просто здесь Одиннадцать книг Отбросили Одиннадцать книг Отбросили Потому что Они еретики Вот Шестьдесят шесть Само цифры Настораживающие А у нас Семьдесят семь Они Они вот это Как Они когда Объясняли Что Ну когда я еще ходил Что типа Эти книги Не имеют связи Как не имеют связи Ну вот так Они объясняли Я сам Как они Не имеют связи Ну а скажите Языки Какую связь Имеют с Варухом Никакой Однако Она каноническая Они связь имеют Потому что Они имеют Все о Божьем Говорят Даже у вас Этот видеоролик Я смотрел И там Вы Даете ссылку С Вот этой книги Которую Они отбросили Да На Библию А вы События дня Слышите Что я каждый день Выставляю События дня Нет Ролик События дня Нет Не знаю А как же так А где это События дня Можно подписаться На канал Вы входите в разброс Вы подпишитесь На канал И там Будут свежие ролики Вам в инсталлакции Там порядок Можно проследить А вы смотрите Какой попадется Вам там А я что Не подписался К вам разве Не знаю Знаем Уже 770 роликов События дня Каждое утро Я даю отчет За прошлый Какые письма Пришли За прошлый день Каждый день Один ролик События дня Прошедшего Игнатий Тихонович Я на ваш канал Вышел По моему Я подписался И вы мне Выслали Там целый Список Такой Литература Там Что там Вот это Вот все Там список Что читать Что как По моему Вот это Вот это Только я видел Нет События дня Полный отчет Что делали Какие люди Писали письма Мои ответы им Это все Ежедневно Оно прям Свежее Свежее Как собрания Проходят Вы не на первой странице Я еще Немножко Как в компьютере Знаете Ну как сказать Не сильно так и разбираюсь Надо сказать ему Что вы только напишите Когда заходите На первую страницу И закладку там Можно сделать Первая страница Открывается Ютуб И вы сразу Зайдете на него Как ему сделать Чтобы на первую Вы заходите На сам канал Ютуб Во Святи Библии Да У вас там Все ролики Там последние ролики На вашем канале Все ролики Как события дня Можно не видеть Когда каждый день Идут Я нажимаю Видео Там канал И там Видео Туда сюда А я раз на видео И все ролики Выставляю Вот Среди них События дня Там все есть Да Вы правильно делаете Вот там и ищите События дня Там есть Ежедневно Давайте я сейчас запишу События дня Я сейчас запишу Каждый день Я выставляю Один ролик События прошедшего дня События дня Там все Я и вопросы Ответы даю И как Какие дела были Какие встречи Описываются Каждый день Вот сегодня Мы были Там Искали человека В музыкальном Театре Я там был И завтра Я дам отчет Как беседовали Какие люди Встретились Этот отчет Получается Как бы Письменно Да идет Ну письменно Я отвечаю Устно По своим Время меньше Полчаса Видео такое Что там Вы отвечаете А это Это письменно Получается Да Надо читать Отчет Ну получается Так Понятно Мы сейчас С вами говорим Этот ролик Будет стоять Допустим Через 8 дней Примерно 8-9 дней И вы Заново Прослушайте Как мы с вами Беседовали Я могу Этот ролик Потом посмотреть Да Вот интересно Ну да И меня все Увидят Весь мир У вас Жены-то дома Нету Жена На работу Вы Потом Скажите Что вы Беседовали Со мной И может быть Даже вдвоем И приедете У вас Машина Есть Да Машина Есть Но У нас Понимаете У нас Сейчас Война Идет На Украине Вот В чем Дело Война На Украине Идет И мы Не можем Через Украину Проехать Мы Окружены Война На западе Вы Через Россию Через А почему Через Украину Не может Проехать Никита Да Дело в том Что Молдавия Окружена Украиной Полностью Понимаешь Нам надо Или через Румынию Ехать По кругу Так а почему Украина Вас не пускает Вы Наш только На востоке Разве нельзя Попасть На Украину Там Говорят Такое Что Женщину Не может Еще и Пускают Женщин А мужчин Все Кто ты Что ты А еще Если у тебя Заграничный паспорт Октябрь Месяц Вот я Жду Уже Его Я уже Все Заплатил За паспорт Все Я жду Мне паспорт Уже Ну как Платишь Все И ждешь У нас ждешь Почти 11 месяцев Понимаете Вы знаете Вы знаете Сделайте Я получил Российский Паспорт И тогда Только Смогу Поехать Ну да Заграничный Вам паспорт Заграничный Заграничный Вот И тогда Вы свободно Подъедете На таможен И вас пропустят Проедите Украину И выйдите С этой стороны Уже в России Ну Я не знаю Как через Украину Многие Говорят Что вот На Одессу Сюда Люди ездят На Одессу Одесская область Я не знаю У нас Одесская область Мы ездили по Украине Ну конечно Еще до этой смуты Мы ее вдоль и поперек Всю Украину Проехали Мы в нее заезжали Не меньше пяти раз За лето Через нее И сразу идем Там в Румынию Через нее Идем Прямо На Польшу На Германию Через Украину Ну посмотрим Может Бог успокоит Это все дело Я не знаю Мы молимся Каждый день О мире Для Украины Да и Сможем проехать Потому что Нам как раз Надо ехать Вот по этой стороне Киев Вот это все туда Вот в ту сторону Конечно В сторону Москвы Надо проезжать Посередке В сторону Москвы Да Вот идет Киев Потом идет Ну можно через Москву Но можно Через Воронеж Как-нибудь там поехать Говорят еще Едут как-то Вот по кругу Вот Объезжают Это все дело Через Молдову Потом Черновцы На Белоруссию И через Белоруссию Едут Но это уже Круг Как по кругу Круг конечно Большой Нет Вы узнаете Через Украину На прямую линию Проведите И посмотрите А если на прямую Ехать Вот у меня Сестра живет В России Прямо на границе Почти Белгород Знаете Город Белгород Конечно Там у вас Убийство было Убийство Стрелял один В Белгород Вот Моя сестра Живет там Недалеко От Белгорода Это почти Вот рядом С Донбассом Вот там Поезд как раз И проезжает Вот Киев Потом там Город идет Белгород Днестров Ну ладно Мы сказали Сами там Разберетесь Так У вас срочные Вопросы какие-то Есть Которые Хотели бы Озлучить Знаете Тихонович Пока Пока вопросов нет Потому что Я хочу Ну я Соберу все это Аккуратненько Чтобы время Не заберет У меня тут записано Кое-что Ну потом Я просто хотел С вами поговорить Вот так вот Чуть-чуть Хотя бы Я вам скину ресурсы Вы Только эти Которые скину А вы по-русски Можете в гугл Зарядить Допустим Сайт Открытым оком Сайт Открытым оком Или сайт Во свете библии Все Лилу Ох Какая А сколько его Два месяца Ей Два месяца Так она маленькая Совсем Она маленькая порода Это Порода Как она называется Шпиц какой-нибудь Маленькая такая Я не знаю Как Мыши Маленькая порода Собачка Мы ездили С нами Собака тоже ездила Мы же проехали Говорю От Тихого океана До Атлантического Прошли Я видел Я смотрел Эти ролики Как вы ехали Как вы были В Греции Как там Там эти Баптисты Вообще Такая Воспаленная Ужас Вера Православная Это вера Истинная Она апостольская Вера А у сектантов Этого нету Мы называем Святая Православная Церковь Они не могут Сказать Святая Баптистская Церковь Я не могу Понять Когда ты Видишь На лицо Что вот Тебе человек Объясняет Показывает По Библии Нет и все Нет и все Они на исповедь Не ходят Не раскаяны Они не раскаяны Я вот раньше Про иконы Знаете Думаю Вот иконы Идолы А потом Когда Вот вы Все это Рассказали По Библии Показали Все И ни в одном Ролике Это Несколько роликов Таких есть Четко Так это все Рассказывает Я говорю Вот это талант Человек Рассказал Показал Я говорю Почему православные Так не расскажут Чтоб люди поняли Да конечно Я имею Думаю Попы Там вот Чтоб хотя бы Ходили Немножко Проповедовали Христос Там иконы были И дома Моим назвал А тут Так ясно Вы все Показываете Рассказываете Какая книга Вообще Это Особенно Там Как это Креститься Что Не требует Служения Рук Человеческих И это Я тоже Понял Как правильно Понимать Кому Это было Сказано Раньше Тоже Нам Это Говорили Это Даже Православие Это Не было В тот Момент Это Только Проповедовали Апостолы А мы Люди Темные Не требуют Служения Рук Человеческих И все Уже Креститься Типа нельзя Как Может Запрещать Креститься Где Пришел Среди Афинян Они Не знали Там И не Было Этого Явно Что Надувают Речь Шла О строительстве Карпища Да ладно Все Ну ладно На Если У вас Вопросы Будут Вы Тогда Неделю Через Две Сначала Напишите Мне Я С вами Или Нет Если У меня Будут Потому Что Основные Вопросы Я Так Уже Все Чтобы Меня Интересовало Ну Так Еще Может Какие То Вопросы Будут Хорошо Игнатий Тихонович С Богом Давайте С Богом Вы Там Чтоб Все У вас Было Хорошо Дело В том Что Я Хотел Поясок Но Не Успел Одеть Еще раз Чтобы Прямо Были Вы Бороду Больше Не Задевайте Все С Богом Все С Богом С Богом Давайте Выключайте Так Сейчас